Вода Японского моря и в целом Тихого океана всегда прельщала различных спортсменов не только России, но и всего мира. В этот раз акваторию Владивостока посетили пловцы, да притом непростые. Приморская столица впервые в истории приняла второй этап Кубка мира по зимнему плаванию, на который съехались сотни фанатов и приверженцев этого холодного вида спорта. В этом году в городе Тюмень прошел 10-й чемпионат мира по зимнему плаванию, впервые в России. То есть международная ассоциация, она уже существует более 25 лет. До этого чемпионаты проводились все в основном в Европе. Знак заслуг, знак признания, международная ассоциация приняла решение делегировать нам полномочия по пройдению второго этапа Кубка мира. Вообще Кубок мира проводится второй сезон. Таким шансом Владивосток воспользовался достойно. Площадка яхт-клуба «Семь футов» собрала так называемых моржей из 18 стран. США, Германия, Финляндия. Разнообразие фанатов зимнего плавания еще раз подтвердило факт необычайно быстрого развития этого занятия. И соревнования в Приморской столице, как отметили представители Международной Федерации, это очередной огромный шаг вперед. Я участвовала с вашими спортсменами в том знаменитом заплыве через Берингов пролив в 2013 году. Очень хорошие воспоминания. Именно тогда мы и подружились с Российской Федерацией и ее руководителями. Мы очень рады, что теперь к нашему движению и к этому виду спорта присоединились Россия и, в частности, Владивосток. «Температура воды около 3 градусов, 8 дистанций и 2 эстафеты. Побороться за награды можно и батерфляем, и брасом, и вольным стилем. Сразу на нескольких дорожках соревнуются совершенно разные личности. От профессиональных пловцов и пожилых людей, до инвалидов и юных спортсменов. Особый интерес к этапу Кубка мира, конечно же, у иностранных гостей. «Занимаюсь зимним плаванием с 98-го года. Соревновалась в Мурманске, на Сахалине, вот теперь приехала во Владивосток. Этот вид спорта дает мне уйму энергии. Я теперь почти никогда не болею и чувствую себя отлично. А мне, между прочим, уже 64 года». «Я до этого никогда не плавал в таком море. Оно очень соленое, из-за чего ты намного быстрее замерзаешь, пока плывешь. Но это здорово. Больше стараешься, больше волнуешься. Владивосток, кстати, очень красивый город. Надеюсь, насладиться всеми днями, проведенными здесь». Международные соревнования во Владивостоке продлятся до 20 ноября. Следующий третий этап состоится в декабре в Англии. Завершится Кубок мира в Эстонии. Россия же мировое зимнее плавание отпускать не собирается. Наша федерация намерена отправить заявку на проведение у себя чемпионата мира в 2020 году. И кто знает, может, Владивостоку повезет вновь. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. Продолжение следует...